Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Экстремальная жара выше 35 градусов снова пришла на Алтай. Высокая температура в регионе продержится до конца следующей недели. До 19 июля, сообщают в региональном МЧС. Ведомстве советуют в эти дни по возможности сократить пребывание на солнце, а также пить больше воды и носить светлую одежду. Тем временем Барнаул приходит в себя после ливней, которые обрушились на этой неделе на краевую столицу. Эксперты почитали, что в темное время суток в городе за несколько часов выпала треть от месячной нормы осадков. Ливень подтопил четыре участка автомобильных дорог. Автолюбители всячески спасали свои машины от потопа, а люди по необходимости передвигались на сапах. Что планируют предпринять власти, чтобы Барнаул после сильных дождей в перспективе не превращался в Венецию? Мы попытались выяснить. Зацените, у нас затопило улицу. Это перекрестка к солнечной поляна. Взлетная, вы видите? Оценили не все, но увидел каждый. Ночью на Барнаул обрушился сильнейший ливень, что привело к подтоплению четырех дорог. Автолюбители по колено в воде спасают свои машины. Даже за наезд на тротуар никто ничего не скажет. Ситуация патовая. Оставишь машину в огромном потопе, зальет двигатель. Часть транспорта вытаскивали на веревке. Видите, машину он вытаскивает? Ну, а кто-то ищет и плюсы в такой аномалии. Вот, например, катаются на сапах. Да и, в принципе, есть барнаульцы, которым такой потоп не принес дискомфорта. Я вообще очень рад тому, что пришел дождь. Люблю, когда погода переменчива в нашем климате. Это приятно. Привыкаем ко всему. То есть дожди стали часто. Дороги тоже нормальные. Мне было хорошо, свежо. Мы на такси с прекрасной... Погода свежа. Наконец-то. Тем не менее, вопрос обновления городских ливневок остается актуальным. Все действующие ливневые канализации исправны, пояснили нам в мэрии. Но из-за осадков, которые в разы превысили нормы, они не справляются. Это при том, что дорожники работали в круглосуточном режиме. Но планы построить дополнительную сеть ливневой канализации у города есть. На текущий момент администрации города разрабатывается проект ливневой канализации вдоль Павловского тракта, от Солнечной поляны до улицы Поповка. Если идут стандартные осадки, именно не выше нормы, не такие обильные, то ливневки не справляются. То есть вот сегодня, уже дожди были во втором половине дня в индустриальном районе. То есть там подтоплений не было. Для устранения последствий в краевой столице сформировали шесть дежурных бригад. Работали и 11 единиц техники. Кстати, в гидромедцентре края нам рассказали, что ливни вполне нормальная история для лета. Большое количество осадков выпадает из-за слишком высокой температуры. Все это приводит к интенсивности атмосферных явлений, поэтому и льют осадки чаще обычного. Татьяна Голубева, Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин, Владислав Ковалев. День с толком. Новая ливневая канализация – это, безусловно, плюс для города, отмечают эксперты. Но чтобы вода уходила быстрее, есть и другие способы, которые можно применять при проектировке новых районов краевой столицы. Сергей Павлов из технического вуза напомнил о давно известном. Большое количество газонов, зелени, деревьев для того, чтобы меньшее количество воды уходило на прилегающую проезжую часть. Простые расчеты. Мы в техническом университете проводим лабораторные работы, практические занятия, где есть, скажем так, расчет, где явно сказано, что, допустим, у асфальта коэффициент впитываемости, то есть 0,3-0,5, то есть 30-50% воды, которая выпадает на асфальт, она в прилегающую территорию выходит. А у газона, допустим, впитываемость 3-5%. Ну и, соответственно, в 10 раз меньше количество воды уходит на прилегающую территорию. Поэтому это не какая-то свежая идея, это уже давно было известно. Лучше впитывает воду и плитка. Поэтому один из вариантов, по словам Сергея Павлова, использовать для строительства тротуаров в новых районах не асфальтобетон, а плиточное покрытие. Но это происшествие было в топе новостей прошлой недели. Салон залит глиной, кузов поврежден, электроника ЧА сварилась в кипятке. Настолько печально сейчас выглядит джип Чироки после коммунальной аварии на одной из барнаульских парковок. Спустя несколько дней после ЧП наша съемочная группа пообщалась с владельцем авто. Отчего он по-прежнему в шоке? И что делать, если вдруг вы попали в такую ситуацию в нашем сюжете? Это тот самый момент, когда на Попова 208А неделю назад автомобиль ушел под асфальт вместе с провалившимся грунтом. Владелец джипа лично наблюдал эту картину. Сидел на рабочем месте, услышал, что коллеги закричали, убирайте машины с парковки, что прорвало воду. Я разговаривал по телефону в этот момент с человеком, пошел в сторону выхода, через окна увидел, что мне уже особо торопиться некуда. Машина ушла под асфальт за считанные минуты, подчеркивает мужчина. При этом спасти авто шансов не было. Шок, адреналин, конечно. Главный шок был уже вечером дома, когда дошло, что в этот момент я просто мог находиться в автомобиле. Я приехал там с обеда в час дня, машину на это место поставил. И вот как потом смотрели с камер видеонаблюдения, что бить начало около водительской двери. Но успел бы я выскочить оттуда, не успел. Непонятно. Как пояснили в теплосетевой компании СГК, коммунальная авария произошла во время гидравлических испытаний. Повреждение рычагов зафиксировали. Багажник прекрасно видно, в каком состоянии. Все всплывало, вырван потолок. Александр приобрел джип Cherokee 2014 года выпуска в середине апреля. Это была дорогая для меня покупка, тяжелая. Брался этот автомобиль именно для того, чтобы семью возить. У меня двое маленьких детей. Сейчас мужчина занимается оценкой повреждений авто. По его мнению, кроссовер уже не подлежит восстановлению. Так как ответственность со стороны СГК частично застрахована, максимальная выплата может составить 750 тысяч рублей. Однако рыночная цена порядка 2 миллионов рублей. Пострадавший надеется, что разницу ему возместят. Далее со всей оценкой они обращаются к ним. Если их сумма устроит оставшиеся, они пойдут на мировое соглашение и выплатят сумму. Если сумму не устроят, то только в судебном разбирательстве. Я буду настаивать на возмещении рыночной стоимости автомобиля. Такие происшествия не редкость, говорят юристы. И если на мировую пойти не получится, советуют начинать судебные споры. Нужно сбор документов именно собрать, что парковка была нормальная или движение транспорта не нарушало. От административной ответственности не привлекался. То есть нужно еще доказательство того, что это случилось не по вине самого водителя. Поэтому после этих сборов, естественно, дорога только потом уже в суд общей юрисдикции. И естественно, как обычно по практике, назначается уже судебная оценочная экспертиза. Производится оценка, но это при условии, что у нас генерация отказывается оплачивать. По словам эксперта, судебный процесс такого рода может длиться от 6 до 9 месяцев. Но, как показывает практика, время будет потрачено не зря. Пострадавшие такие споры обычно выигрывают. Джип до последнего хотел жить. Он сам открыл окно до последнего, когда одни фары торчали из воды. Он моргал фарами, сигналил, хотел, чтобы его спасли. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Кишечные заболевания, аллергические реакции грозят барнаульцам, которые купаются в протоке Аби около торгового комплекса на въезде в город. Горожане обнаружили там подозрительные колодцы с нечистотами. Наша съемочная группа на этой неделе побывала на месте экологического преступления и попыталась разобраться в происходящем. Разрушенная система канализации. Соответственно, здесь когда-то проводились наблюдения. Все бросили. Мало того, что бросили, так еще и открытое оставили. Неосторожный шаг и провалишься под землю. В десяти метрах от опасной конструкции канализационные люки с нечистотами. Невольно вспоминаешь фразу из рентген-кабинета «Вдох и не дышать». Но самое страшное даже не ароматы, а то, что жидкости из колодцев периодически стекают в опь. Река Опь в настоящее время является основным источником питьевого водоснабжения. Города Барново. Два водозабора. Это выше, к счастью, по течению. Это большая система, которая очищает воду. Соответственно, если мы с вами здесь загрязним на этом участке реку, мы получим ниже расположенные участки, менее пригодные для питьевого водоснабжения. Колодцы расположены на въезде в Барнаул возле протоки Аби. Водоем, куда стекают ароматные жидкости, из колодцев облюбовали поклонники водных процедур. Купаться здесь, конечно, запрещено, но горожан, особенно в жару, это не останавливает. Купание в загрязненной воде, если учесть, что человек, когда купается, волей-неволей прихлёвывает, это специально были эксперименты поставлены, до 150 миллилитров воды, в которой купается, дальше вы сами знаете ответ на вопрос. Купаться в грязной воде опасно для здоровья, просто потому, что она неизвестного качества, а тем более рядом с конвенционными очевидными сооружениями. Инженерные сооружения принадлежат крупному торговому комплексу. К колодцам ранее уже выезжали представители природоохранной прокуратуры. Надзорный орган сливов не обнаружил. Во время паводка колодцы скрыла вода. На днях мы провели повторный осмотр этого места. Вода там отступила, и слив жидкости с характерными запахами канализации фактически присутствует. Он есть, причём даже не в одном месте, а в двух местах. Нами повторно направлено обращение в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор. Подозрительными сливами заинтересовался глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. Ждём результатов проверки природоохранной прокуратуры, но экологи уже требуют наказать виновных за безответственность. Наказывать. То есть это люди, которые безответственны. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Шквал эмоций на неделе вызвала новость о гибели шпица в посёлке Южный. Хозяйка погибшей собаки ждёт проведения медицинской экспертизы. Она намерена подать иск в суд. Напомним, её 10-летнего питомца фактически члена семьи убил стафарчирский терьер, который был на самовыгуле. Почему собака бойцовой породы гуляла без хозяина и намордника? Какими особенностями обладают представители породы Стаффорд и какое наказание по закону могут получить владельцы таких собак за действия своего питомца? В сюжете Юлии Щепиной. У нас большое горе. Горе у нас горькое. А нету больше девочки моей. Нету девочки. Это кадры с места трагедии. Собака породы стафарчирский терьер убила маленького шпица. Инцидент произошёл в посёлке Южном в минувшую субботу. Собачка по имени Моника полгода не дожила до своего 10-летнего юбилея. А её хозяйка до сих пор не может прийти в себя. На этом самом месте мы шли. Я её отпустила чуть-чуть подальше. И она шла за мной медленно. И когда я обернулась, я несколько раз оборачивалась и не видела опасности. А когда я обернулась, то есть Стаффорд уже был в миллиметре от неё. Собака не проявляла агрессии без поводка и намордника, подчёркивает Светлана. Рядом шли подростки, поэтому женщина подумала, что это её хозяева. Да и место для прогулок всегда было безопасным. А в следующую секунду, когда я только собиралась взять её на руки, она пропустила ей голову. А моя собака упала и стекала кровью у меня на руках. И умерла за мгновение. До хрепоты я орала просто от хрепоты. И сбежались, когда все нашли этих мальчиков и вернули. Они сказали, что это не их собака. Что она просто на самовыгуле. Стой! А это та самая собака. Очевидцы происшествия сняли её на видео. Я так понимаю, что вот этот Стаффорд, который наделал беды, это Стаффорд без документов. Потому что даже по внешнему виду, мне фотографию скинули, это не породная собака явно. Это что-то уже извращение какое-то в породе. Человек занимается разведением этих собак без документов, без тестов необходимых. И поэтому являться Стаффордом эта собака может только условно. По словам пострадавшей, собака была кормящей, а её хозяйка – так называемый чёрный заводчик. Её нашли в соцсетях волонтёры. Сразу же в ту же ночь она мне позвонила. И в грубой форме стала требовать у меня, где её собака. Её не интересовало, что её собака убила мою собаку. Она сказала, что это не главное, а главное где. И там писала она комментарии, что шпиц спровоцировал Стаффорда её и оправдывала всячески свою собаку. Это собака, которая создавалась для убийства себе подобных, поэтому она ничего другого делать не умеет. Собак любых на самовыголе запрещено, а таких особенно. Потому что кто его знает, что у этого Стаффорда вообще намешано в психике. Возможно, у него вот это вот желание убивать не только собак, но и людей. Если такая собака нападает на человека, отбить её или оторвать, или спасти человека невозможно. По словам эксперта, Стаффорд убивает не от агрессии, а потому что так заложено породой. И пока кинологи не контролируют разведение таких собак, трагедии будут продолжаться. Да и ответственность за такие поступки предусмотрена административная. С точки зрения права, погибшая собака, любимец семьи Шпиц, оценивается как имущество, вещь. Про уголовку можно говорить в случае, если причинен вред жизни и здоровью человек. У нас этого нет. Причинило вред имуществу. За причинение вреда имуществу человек имеет право требовать компенсацию. То есть причиненного имущества стоимость собаки погибшей. Моральный вред. Моральный вред, ну я бы попросил несколько сотен тысяч, например, 400-500. Ну, может быть, 50-100 бы присудили. Получить компенсацию морального вреда не так-то просто. Нужны доказательства. Например, можно пойти к врачу и зафиксировать нравственные страдания, подчеркивает юрист. Сейчас тело погибшей собачки хранят в морозильнике для проведения судебно-медицинской экспертизы и последующего обращения в суд. Светлана Русанова ищет очевидцев произошедшего. Я это буду делать и доведу это дело до конца, чтобы эта смерть была не такой бессмысленной и глупой, чтобы это было не зря, чтобы предупредить других людей об опасности, чтобы другие остальные люди были предупреждены. То есть какая должна быть ответственность у хозяина, который заводит бойцовскую породу. Ты сегодня именинник у нас. Маняш. Наша маняш. Тимош, ледка и собака. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Грандиозное событие прошло на этой неделе целых три дня. В Павловском районе работал 13-й по счету межрегиональный форум «День сибирского поля-2024». 16 тысяч квадратных метров площади, 150 экспонатов сельхозтехники, гости из Белоруссии и не только. Гостем форума была и министр сельского хозяйства страны Оксана Лут. Эмоции от мероприятия у нее исключительно положительные. С ее слов на форуме представлены не только лучшие технологии по сельскому машиностроению, растеневодству и животноводству, но и одни из самых вкусных алтайских продуктов питания, которые знают не только в Сибири, но и по всей стране и даже за ее пределами. Подробнее о последнем дне форума и его участниках в нашем выпуске в понедельник. Поликлиника 5-й городской больницы временно переезжает на новое место. Причина – капитальный ремонт изношенного здания с 90-летней историей. Куда перенаправляют многотысячную армию пациентов и будет ли им комфортно добираться до врачей по новому адресу, узнавал Валентина Аскерова. В этом кабинете перевязочной для хирургических больных. Рядом расположен кабинет хирурга приема и с медицинской сестрой. Кабинеты хирурга, лора, офтальмолога и уролога подготовлены на все 100%. С 15 июля поликлиника 5-й городской больницы начнет принимать пациентов из 2-й городской поликлиники. Медучреждение на Калинина-16 непригодно для эксплуатации и временно закрывается. Пациенты и медики переселяются в другое здание. Мы сюда забираем 12 терапевтических участков с Калинина. Соответственно, в этом же блоке будет располагаться кабинет приема невролога. Многие помещения лечебно-вспомогательные, диагностические, они будут использоваться совместно, потому что здесь было отделение физиотерапии. Полным ходом идет подготовка терапевтического блока. Освободить дополнительные кабинеты для приема врачей удалось за счет вывода административных служб. Для того, чтобы подготовить помещение и соответствовать требованиям СанПИНА, нам надо было в кабинеты дополнить раковинами, которых там не было. Поэтому сейчас там ведутся сантехнические работы, соответственно, фартуки для раковин, чтобы нам было обрабатывать и чтобы они соответствовали СанПИНА. Ну и ориентировочно к 22 числу эти работы будут закончены. Здание поликлиники на Калинино-16 является объектом историко-культурного наследия. В этом году ему исполняется 90 лет. Горожане неоднократно жаловались на плачевное состояние медучреждения. И вот день ИКС настал. Оно закрывается на реконструкцию. Пациенты терпят неудобства последний месяц. Уже к концу июля 20 тысяч пациентов, которые получают медицинскую помощь в здании преклонного возраста на Калинино, переедут в здание с более комфортными условиями. На Кулагино в поликлинику 5-й горбольницы. Работать поликлиника на Кулагино будет в две смены. Для удобства пациентов на днях будет решаться вопрос о доставке барнаульцев до новой медплощадки. Возможно, организуют дополнительный транспорт. Валентина Аскирова, Алексей Фризин. День с толком. Приемная кампания в вузах продолжается уже вторую неделю. Пока абитуриенты определяются с направлением и борются за бюджетные места, сами образовательные организации традиционно не торопятся готовить приказы на зачисление. В техническом и педагогическом университетах итоги подведут только к 6 августа. В этом году ждут и вторую волну поступающих, успешно пересдавших ЕГЭ и способных отодвинуть вниз своих конкурентов по набранным баллам в общем рейтинге. О ходе кампании в Барнауле на примере двух вузов расскажет Дарья Ирошина. Здесь вчерашних школьников, а также и выпускников колледжей и вузов консультируют по всем волнующим вопросам о программах обучения. Инженеры разных профилей, строители и конструкторы, специалисты по цифровой информационной безопасности и многие другие технари получают образование в Политехническом университете. Очень возрос интерес ребят, особенно выпускников колледжей, к техническим, к настоящим инженерным направлениям. Это электроэнергетика, это машиностроение, строительство, профиль промышленное и гражданское строительство. То есть сейчас уже мы подбираемся к тому, что мы готовы зачислить полную группу детей. Но раньше 6 августа, к сожалению, мы этого сделать не можем. В Политехе до 24 июля абитуриенты еще могут подать заявление и пройти вступительные испытания. Для большинства направлений это только результаты единого госэкзамена. По суммарным баллам поступающий занимает свое место в общем рейтинге. Верхушка ближе к бюджетным местам. На них зачислят до 3 августа тех, кто успел раньше подать оригинал школьного аттестата. Кстати, бывает, что не приносят и вылетают. После томительное ожидание – прошел, не прошел. Указываем в заявлении 5 направлений подготовки. Участвуем в конкурсе в разных направлениях. И шанс того, что даже может быть не сильно большим баллом ЕГЭ, учиться на бюджете – это вполне доступно. Перенаправляем. Перенаправляем. Конечно, мы консультируем. Ребята до 25 июля могут приоритеты добавлять, убавлять, менять заявление, приходить лично через личный кабинет абитуриента. Перенаправлять себя могут и сами абитуриенты. Для этого на сайтах вузах публикуют рейтинги поступающих. Можно отслеживать статистику приема на направление. У каждого есть право подавать заявление не только на 5 программ обучения, но и в 5 разных организаций. Трудность состоит в том, чтобы соотнести графики внутренних вступительных испытаний. В педагогическом университете предлагают такие современные технологии, для того, чтобы узнать больше, а как именно готовиться к вступительным испытаниям. Мы открываем приложение для считывания QR-кодов и переходим на одно из предлагаемых направлений. В этом видеоролике нам студентка направления «Физическая культура, циклические виды» показывает, какие испытания приходится пройти абитуриентам. Поток абитуриентов в этом году начался немножко позже. Ребята с оригиналами пошли уже на вторую неделю приемной кампании. Плюс это связано еще, конечно, с тем, что в этом году есть единый день пересдачи единого государственного экзамена 4-5 июля. И, конечно, мы ожидаем еще одну волну абитуриентов, которые успешно пересдали тот или иной предмет. В этом году в Алтайском государственном педагогическом университете 1360 бюджетных мест. В соотношении с договорными местами, то ребята, которые планируют поступить к нам на договор, это более тысячи мест. Примерно 50 на 50, но заявлений на платное чуть меньше. Также и в техническом университете 1581 на 1374. Договорные условия подходят не всем, но абитуриенты страхуют себя и дописывают в заявлении и такой вариант. Популярные направления почти не меняются, но в этот раз вместо профессии переводчика, к примеру, в педе, стали выбирать специальность федагога по английскому или китайскому языку. О литературе предпочли новую специальность – молодежную журналистику. Быстрее всех разобрали места на психологических направлениях. Итоговый приказ о зачислении по общему конкурсу стоит ждать не ранее 6 августа. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев, День с толком. Статистика браков и разводов в Алтайском крае практически сравнялась. На 100 браков приходится 70 разводов. Как сохранить долгие и самое главное счастливые отношения в браке – в День семьи, любви и верности. Он отмечается в России 8 июля. Нам рассказали психологи и супружеская пара, которая рука об руку шагает вместе уже почти 30 лет. Она – его плечо, он – ее стена. Ольга и Павел Ведерниковы познакомились почти 30 лет назад в пионерском лагере на дискотеке. Ей 14, ему 16. Он подошел ко мне. Почему ты подошел ко мне? А мне твоя прическа понравилась. И есть же такая русская традиция, когда ты заплетаешь венок и пускаешь его по воде со свечкой и имя суженого. Если он скроется из вида, этот венок, значит, он будет этот суженый. И когда мы с ним познакомились, я думала, блин, вот хочу замуж уже. Мне 14 лет, но я его полюбила. Пустила этот венок с этим именно. И долго стояла, так далее наблюдала. Тоже было темно, вот эти венки со свечками плывут. И вот этот венок скрылся. Вот, наверное, срабатывают все-таки традиции наши русские. С тех пор Ольга и Павел не разлей вода. В официальном браке уже 22 года. У супругов двое детей. Старший сын Данил и младшая дочь Полина. За годы брака у пары было всякое. И ссоры, и недопонимания. Но любовь всегда брала верх. Союз Ольги и Павла прошел испытания не просто временем, но и страшным недугом. Случился такой момент, когда у Паши поставили четвертую стадию рака, лимфома. И когда выписывали его из больницы, врач сказал, ну вам месяц остался, что теперь, все. И вот мы приехали в таком состоянии, не понимая вообще, как бы, что делать. Вот я сидела, просто молилась, сказала, Господи, забери часть моего здоровья, отдай ему. И все, пы-пы-тфу, где тут дерево, чтобы постучать. Ольга и Павел, к сожалению, исключение исправил. Большинство жителей региона ставят печать в паспорте, а через несколько лет бегут на утек от обязательств. В Алтайском крае соотношение браков и разводов примерно одинаковое. Ежегодно узами брака скрепляют в себя 13,5 тысяч пар. При этом 10,5 тысяч разводятся. То есть из 100 браков 70 примерно браков будут расторгнуты. В Алтайском крае все-таки это та цифра, которая говорит о том, что, наверное, нужно принимать какие-то дополнительные меры, общаться с нашими супругами для того, чтобы принимали решение о расторжении брака только в крайних случаях, и чтобы оно было взвешенное и ответственное. Психологи объясняют, парам нужно понимать, конфетно-букетный период рано или поздно заканчивается. Дальше работа. Особенно она требуется с пополнением в семье. Когда появляется ребенок в семье, меняются роли. То есть вы не только муж и жена, вы теперь папа и мама. Смена ролей влекут за собой определенные изменения обязательств в семье. И если это знать, заранее обговаривать и распределять эти обязанности, распределять роли, тогда можно пройти эти кризисные этапы более спокойно. Поддерживать друг друга в трудную минуту, слушать и самое главное – слышать. Простые, но при этом золотые правила, которые помогут прожить долгую счастливую жизнь вместе. Ну а совместный поход к психологу точно не навредит. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Тем временем в Госдуме предложили выплачивать 50 тысяч рублей за долгий брак. 50 тысяч за 50 лет. По мнению депутатов, это поможет сохранить традиционные семейные ценности. Кроме того, такая сумма – хороший подарок супругам на золотую свадьбу. Как к такой инициативе относятся барнаульцы и позволит ли выплата снизить статистику разводов, выясняла наш съемочная группа. Положительно. Давайте порассуждаем. Почему? Потому что это редко, что люди так долго живут, что сохраняют брак. И это замечательно. Очень хорошо. Почему? Ну а почему нет, если можно получить дополнительные ресурсы за то, что государство считает ценным. Если ты этому соответствуешь, то нужно пользоваться. Сейчас молодежь в основном как-то не думают о долгих отношениях, скорее всего. А вот маленько бы задумывались, наверное, над тем, что какая-то компенсация. За 50 лет брака, а сколько живут в браке? Поэтому и плотно. Ну кто-то живет. Потому что среднестатистический возраст мужчины до 65 лет. То есть там это во сколько пожениться надо. Он все равно не успевает. Типа это вообще бессмысленные санкции. Неплохо. Дожить надо. Столько? Дожить надо столько? А вот 50 тысяч не маловато, как думаете? Я думаю, что через 50 лет будет маловато. А я только женишь, мне за полчасавтра свадьба. За полчаса останешься? Вон не весты, за костюм приехали. Плохо, потому что я на стадии развода. По-честному. А вообще вот для людей, как думаете, это будет стимулом жить в браке? Нет. Если люди хотят развестись, они разведутся. Ничего вообще на это никак не повлияет. Поэтому я считаю, что здесь надо быть за свободу. Здесь вот здесь надо дружить, а не там. Да, я думаю, что это, наверное, однозначно снизит статистику развода. Нет, конечно. 50 тысяч? Я думаю, когда 50 лет брака прошло, то там хотя бы какая-то сумма будет уже хороша в этом возрасте. То есть если поженились в 20-25, то это 75 на 50 тысяч рублей. Я думаю, отметить можно. На рынках города появились первые дары лета – ягоды и овощи. Корреспонденты «Толка» сделали обход продуктовых лавочек на рынках и рыночках. Что в ассортименте и изменились ли за год цены. Если в магазинах еще выкладывают на полки прошлогодний товар, то на рынках уже вовсю торгуют свежими овощами, фруктами и ягодами. Возможность закупиться витаминами в собственном соку манит не только жителей города, но и приезжих гостей. Сейчас я купила огурчики очень вкусненькие, сливы и абрикосы. Но я считаю, что у вас хорошие цены, потому что я из другого региона абсолютно, у нас цены дороже. Ну и обслуживание хорошее. И вообще ваш город нам очень понравился. Продавцы подтверждают, в этом году покупатели попадаются с предубеждением, что их хотят обобрать. И тщательно присматриваются к ценам. А цены действительно изменились по сравнению с прошлым годом. Так, пол-литра жимолости сегодня стоит 250 рублей, а в прошлом году мы видели ценник всего в 150. В палатках можно найти как продукты с овощебаз, так и выращенные любителями самостоятельно на садовых участках и огородах. Самая дорогая ягода из года в год – лесная клубника. А на вопрос, где собирали, продавцы отвечают – кто ищет, тот найдет. Скажите хоть по цене сколько? Тысяча килограмм. За килограмм за сколько? За два с половиной литра. 400 литр стоит. 400 литр. На новом рынке эта ягода стоит 350 рублей за пол-литра. При этом некоторые продавцы готовы отдать стаканчик и за смешные 50 рублей, но с уточнением – на варенье. В ассортименте в июле также малина, жимолость, смородина и даже крыжовник. Кстати, здесь малина – 250 рублей стаканчик, а на площади Спартака – 300. У меня дочка, дача, купила. Они все собирают. Очень хорошо у меня помогают. Все есть, сынаха, все помогают. Я здесь, они собирают, я продам. За один день сколько можно заработать на ягодах? Я разный, потому что сегодня собираем, завтра нету. Три дня потом собираем. А вот вы каждый год этим занимаетесь или как-то пробуете? Нет, навоз не каждый год. Минеральное удобрение подкармливаю. А торгуете ежегодно? Ежегодно, но не ежедневно. Продавцы на рынке обязаны платить аренду за палатку и налоги. И большим их заработок точно не назовешь. Но для многих пенсионеров выращивание ягод, уход за кустами, подкормка растений и прореживание – это скорее не работа, а приятный досуг. Соберу маленку. Но лишнее-то я не себе, вот, продаю. Это для вас как развлечение? Конечно, конечно. Я даже не продаю из-за этого, чтобы мне немножко физически поработать. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните нам по телефону редакции 205 545 через несколько секунд о погоде. Мира и добра. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok